Альберт Эйнштейн – самый популярный ученый 20 века и одно из главных имен в истории науки. Автор сотен научных открытий, нобелевский лауреат и очень необычный человек. И как раз из-за необычности и противоречивости Эйнштейн стал мифологическим персонажем. Многие факты из его жизни со временем сильно исказились. В этом тексте мы разрушаем мифы об Эйнштейне и заодно собираем подтвержденные яркие факты из его жизни. Главный фейк об Альберте Эйнштейне – он плохо учился в школе. На самом деле у него было все в порядке с успеваемостью. По многим дисциплинам он вообще считался лучшим. Проблемы в школе действительно были, но потому что Эйнштейна недолюбливали учителя из-за своенравности, споров и критического мышления. Еще он не любил механический стиль преподавания. Не признавал зубрежку и отказывался изучать предметы, которые его не интересовали. Когда Эйнштейн поступал в высшее техническое училище, то плохо сдал зоологию, ботанику и французский язык. Но поступил из-за исключительных результатов по математике и физике. В автобиографии Эйнштейн писал, что поздно начал говорить, в 5-6 лет. И сначала медленно и тихо. Доктор Томас Сойл позже назвал синдромом Эйнштейна процесс, когда очень умного ребенка случается задержка речи в детстве. Почти одновременно с голосом, Эйнштейн научился играть на скрипке. И всю жизнь любил скрипку. Даже выступал на сцене, однажды с великим скрипачом Фритцем Крейслером. Эйнштейн говорил, жизнь без музыки для меня немыслима. Я воплощаю мечты в музыке. Я вижу свою жизнь с точки зрения музыки. И получаю больше всего радости в жизни от музыки. Его вторая жена, Эльза, рассказывала, что музыка помогала Эйнштейну в науке. Когда он думает о своих теориях, он идет в кабинет, берет несколько аккордов на фортепиано или играет на скрипке. Потом возвращается и продолжает работать. Любимый композитор – Моцарт. Его музыка настолько чиста и прекрасна, что я вижу в ней отражение внутренней красоты Вселенной. Два факта о вредных привычках. Эйнштейн любил трубку и даже был членом клуба курильщиков. Курение помогает спокойно и объективно судить о делах человеческих. При этом не употреблял алкоголь и поддерживал сухой закон в США. По поздним фотографиям мы знаем, что у Эйнштейна растрепанные волосы. На самом деле в молодости у него была темная ухоженная прическа. Все изменилось в 1904 году, когда родился сын. Эйнштейн был занят работой настолько, что перестал следить за волосами. И всю оставшуюся жизнь не расчесывался и не ходил к парикмахерам. И просто отрезал волосы сам дома, если они сильно отрастали. То самое фото, где он показывает язык, сделано в день 72-летия. Светские фотографы попросили Эйнштейна улыбнуться, а он уже устал от камер и в знак протеста высунул язык. Потом шутил, что этот жест адресован всему человечеству. Ему понравилась эта фотография, и он попросил прислать ему 9 копий. Одну из них он подписал для репортера. И в 2009 году эта фотография была продана за 74 тысячи долларов. Эйнштейн не надевал носки. Когда я был молодым, то узнал, что большой палец всегда заканчивается дыркой в носке. Так что я перестал использовать носки. Носил сандалии вместо туфель, а на важные мероприятия надевал ботинки, чтобы скрыть голые ноги. Подтвержденный факт. Эйнштейн спал по 10 часов в сутки. На несколько часов больше, чем среднестатистический человек. Он эмигрировал из Берлина в США в 1932 году, понимая, власть Гитлера для него будет губительна. Нацистские ученые даже осудили теорию относительности и заклеймили ее как еврейскую науку, а его работы были среди сожженных. С момента эмиграции за ним следили агенты ФБР, подозревали его в коммунизме и собирали секретное досье, которое на момент смерти Эйнштейна содержало 1427 страниц материалов. Эйнштейн мог стать президентом Израиля. Он дружил с Хаймом Вейцманом, первым президентом, и тот предложил ему роль второго президента. Но Эйнштейн отказался, считал, что ему не хватает навыков общения, чтобы быть политиком. Он не выносил печаль и пессимизм, не относился серьезно к неприятностям и был спокоен, об этом говорило большинство людей, знавших Эйнштейна. Он считал, что беды рассасываются от шуток. И применял изобретенную собой теорему относительности, например, сравнивал неудачи собственной жизни и урон от них с уроном от мировых войн. Еще Эйнштейн любил книгу Максима Лера Шфуко, которая помогала подавлять негативные эмоции. В какой-то доле из-за Эйнштейна американцы изобрели атомную бомбу. В 1939 он предупредил правительство США, что Германия ищет способы разработки атомного оружия. Эйнштейн был пацифистом и ненавидел любой милитаризм, но считал, что США нужно чем-то сдерживать агрессию Германии. Он не принимал участия в разработке бомбы и позже очень жалел, а пусть незначительной, но роли в этом проекте. Если бы я знал, что немцам не удастся создать атомную бомбу, я бы и пальцем не пошевелил. Второй сын Эйнштейна, Эдуард, от первого брака, страдал от слабоумия и большую часть жизни провел в психиатрической лечебнице. В детстве он часто болел, а Эйнштейн писал «Состояние моего маленького мальчика сильно угнетает меня». Невозможно, чтобы он стал всесторонне развитой личностью. Но взрослее, Эдуард начал нормально развиваться. Хорошо учился, играл на фортепиано, интересовался психиатрией и был фанатом Зигмунда Фрейда. Он поступил в университет на психиатрию, и там начал встречаться с девушкой, расставание с которой его подкосило. В 20 у Эдуарда была попытка суицида. Врачи диагностировали у него шизофрению. По словам старшего брата Ганса, Эдуарду навредило радикальное лечение электрическим током, который использовали в то время психиатры. Сам Эйнштейн писал «Самый утонченный из моих сыновей, которого я считал действительно своим, был охвачен неизлечимой душевной». С того времени Эдуард всю жизнь провел в психиатрических больницах. Эйнштейн до конца жизни поддерживал переписку с сыном, но не видел его после эмиграции в США в 1932 году. Эдуард умер в возрасте 55 лет, в клинике Цюриха. Второй женой Эйнштейна была его родственница. Двоюродная сестра по материнской линии и троюродная по отцовской, Эльза Эйнштейн-Лавенталь. Их матери были сестрами, а отцы — двоюродными братьями. Они с Эльзой с детства дружили. На момент их свадьбы, 1919 год, у нее были две дочери от предыдущего брака. Эйнштейн воспитывал их как своих, а у него самого детей больше не рождалось. Эльза умерла на 19 лет раньше Эйнштейна. Еще неизвестно, что Эйнштейн произнес перед смертью. Он уже лежал в больнице и перед остановкой сердца что-то сказал по-немецки. Рядом с ним находилась сиделка-американка, которая ничего не поняла. Врач Томас Штольц-Харви незаконно извлек мозг Эйнштейна через семь часов после его смерти, без разрешения семьи. Они были против, но в итоге дали ему разрешение продолжить работу по изучению. Томас Харви сохранил мозг, сфотографировал, разрезал примерно на 240 частей, каждый размером около одного сантиметра, отправив некоторые срезы для избранных нейробиологов и патологоанатомов. Харви также удалил глаза Эйнштейна и передал их офтальмологу Генри Абрамсу, который консультировал его при жизни. Глаза до сих пор находятся в его банковской ячейке в Нью-Йорке. А 46 небольших фрагментов мозга Эйнштейна приобретены музеем Мютера. В 2013 году сегменты мозга были выставлены в постоянных галереях музея. Научные исследования показали, что области мозга Эйнштейна, ответственные за речь и язык, уменьшены. А области, ответственные за обработку численной и пространственной информации, увеличены. Еще более крупные нейроны в левом гиппокампе указывают, что левое полушарие Эйнштейна могло иметь более сильные связи. Возможно, с этим связано его инновационное мышление. Еще одни исследования показали, что у Эйнштейна были более обширные связи между определенными частями его полушарий головного мозга по сравнению с мозгом как младшей, так и старшей контрольной группы. Главной теорией 1905 год был годом чудес Эйнштейна. Он написал в немецкий научный журнал 4 статьи, которые изменили то, как мы видим Вселенную. Я постараюсь описать их как можно проще, так как одна из главных цитат Эйнштейна. Если вы не можете объяснить что-то просто, вы недостаточно хорошо это понимаете. Первой была его теория света, в то время физики считали свет волной. Но то, что свет может создавать электрический ток, водило всех в ступор. Эйнштейн предположил, что свет на самом деле состоит из потока частиц, называемых фотонами, и эти фотоны могут сбивать электрон с атома, создавая ток. Его вторая статья доказывала существование атомов, он наблюдал то, что казалось случайным движением частиц в воде, и пришел к выводу, что данное явление не так уж и случайно, если предположить, что вода на самом деле состоит из невидимых атомов, которые заставляют частицы колебаться. Данное взаимодействие было названо Броуновским движением, в честь ботаника Роберта Брауна, наблюдавшего это явление ранее. Третья статья. Его самое известное открытие — специальная теория относительности. Если максимально упростить, теория говорит о том, что невозможно сказать, произошли ли два события одновременно, если эти события разделены в пространстве. Например, события A, B и C происходят одновременно, однако в зависимости от точки наблюдения будет выглядеть, что они происходят в разном порядке. В реальной жизни мы никогда не сталкиваемся с подобными явлениями, но условно, если перенести на реальный мир, два человека отпустят камень в один момент, но наблюдателю покажется, что тот, кто ближе к нему, сделал это раньше, так как на околосветовых скоростях время замедляется, а мир, который мы видим вокруг, есть не что иное, как постоянное отражение света от разных поверхностей, и изменения мы замечаем со скоростью света. Другое дело, с какой скоростью их обрабатывает мозг, но это тема для отдельной статьи. Экспериментально это было доказано только в 1955. Известность и драма Эйнштейн становился известным ученым, и его жена стала больше работать по дому. Марич также была увлечена математикой и естественными науками, но отказалась от собственных амбиций, чтобы заботиться о своих детях. Есть даже некоторые доказательства того, что она помогла своему мужу развить некоторые концепции в его знаменитых статьях. В письмах к ней Эйнштейн упоминал «Довести нашу работу по относительному движению до успешного завершения». Эти статьи превратят его из неизвестного работника патентного ведомства в известного гения. Он продолжал преподавать физику в университетах Праги, Суриха и Берлина, где снова получил немецкое гражданство и провел время во время Первой мировой войны. Хотя его профессиональная жизнь складывалась хорошо, личная жизнь пострадала. Эйнштейн написал своей первой любви, Марии Винтлер, с которой он познакомился в подростковом возрасте, и излил ей свое сердце, описывая, как сильно он скучает по ней, и как он думает о ней всякий раз, когда у него была свободная минута. Так что его развод с первой женой неудивителен. Марич отвезла детей обратно в Цурих, а Эйнштейн остался в Берлине. Они развелись в 1919 году, и сразу после этого Эйнштейн женился на своей двоюродной сестре Эльзе Лавенталь, с которой у него был роман на протяжении многих лет. Ей он тоже вскоре изменил. Одним из пунктов соглашения о разводе с Марич было то, что Эйнштейн отдаст ей деньги за Нобелевскую премию, если он когда-либо получит ее. И спустя два года после развода, в 1921-м, он получил Нобелевку, но, что интересно, не за теорию относительности, а за теорию света и полностью отдал ее первой жене.